Имя знаменитого шотландского экономиста Адама Смита до сих пор достаточно часто звучит, когда мы ведем разговор об истории экономики, истории экономических учений, но достаточно редко, когда мы говорим, например, о политической философии. Конечно, если посмотреть на учебные программы на различных факультетах, Смит почти всегда присутствует в курсе истории экономических учений, если мы говорим, например, об экономических факультетах. Но в той или иной степени, конечно, о нем довольно редко вспоминают, как не просто о политическом философе, но даже о философе. Хотя, кстати, Смит за всю жизнь преподавал именно нравственную философию. И, кстати, его первым произведением была небезызвестная теория нравственных чувств, которая особым образом связана даже с его дальнейшими экономическими произведениями. А о жизни Смита известно не так много, его причисляют к шотландскому просвещению, наверное, к одному из самых даже известных деятелей шотландского просвещения, которое в той или иной степени повлияло на все будущее развитие гуманитарных наук. Конечно, главным образом на развитие экономики Смита довольно часто называют основателем классической политической экономии, которая в том числе повлияла на очень многих дальнейших мыслителей, в том числе, конечно же, на Карла Маркса. Надо сказать, что Смит за всю жизнь, не сказать, что написал так уж много, но его ключевая книга, которая сейчас, в принципе, является, наверное, одной из самых известных работ по экономике, это исследование о природе и причинах богатства народов или, коротко, богатства народов просто, как говорят. Существует даже в современных исследованиях достаточно жаркие дискурсии о том, является ли эта книга столь новаторской, заслужил ли Смит свою славу или же нет. Ну, например, Йозеф Шумпетер, которого можно назвать одним из самых известных историков экономических учений, он, несмотря на свое восхищение Смитом, подчеркивал, что в богатстве народов не содержалось принципиально ни одной новой идеи с точки зрения чистой экономики. То есть Смит стал таким идеальным обобщателем всех дискуссий того времени. В то же самое время, если проанализировать эту книгу с политико-философской точки зрения, то, конечно, там содержится достаточно очень много новых концепций, которые, надо сказать, долгое время, в принципе, не воспринимались в контексте политической философии. Даже сам Карл Маркс, который серьезным образом испытал влияние Смита, он практически никогда не катековал его именно как политического философа, он катековал его именно как чистого экономиста или политического эконома. Хотя, кстати, сам Смит всегда подчеркивал, что он не занимается политической экономией, потому что политическая экономия — это наука, необходимая для чиновников. Сам он свою область называл наукой о богатстве. Итак, что же такого нового сказал Смит именно в контексте политической философии? Дело в том, что Смит предложил совершенно новую модель взаимодействия общества, политики, культуры и так далее. Это концепция, которая в определенной степени наследовала, но в то же самое время и противостояла концепции общественного договора. Это, конечно же, модель общества как рынка. То есть рынок как некое восприятие общественной структуры, как новое вообще понимание того, что такое социальная сфера. Собственно, если подытожить главным образом мысль Смита в контексте политической философии, в чем она заключается? В том, что отношения между людьми начинают интерпретироваться как отношения между стоимостями на рынке. То есть то, что рынок представляет из себя такое гармоничное пространство, где все вступают друг с другом в свободную конкуренцию, и при этом все взаимодействуют на основе таких прозрачных правил общения. Они всегда открыты, ты знаешь, как они работают, ты можешь их использовать и так далее. Какой-то произвол, какое-то там использование силового метода в рамках этой идеальной концепции, конечно же, исключается. При этом, конечно, надо сказать, что не стоит воспринимать вот это вот общество Смита как такое вот описание того, что и так было. Во-первых, Смит не застал промышленную революцию, то есть он писал об устройстве рынка как о чем-то будущем. То есть поэтому это и можно назвать в определенном смысле утопией. Но в той или иной степени, конечно, эта модель оказалась очень востребована. Ее постоянно все сторонники и будущие интерпретаторы Смита активным образом заимствовали, предпочитая думать, что вот так и работает на самом деле там рыночная экономика или капиталистическая экономика, как скажут потом в дальнейшем. Очень часто, конечно, Смита интерпретируют не только как теоретика такого абсолютного экономического универсализма, сколько как теоретика, в принципе, отмирания и ненужности политики как таковой, потому что действительно государство в контексте экономической системы Смита, в принципе, лишается какого-то такого супер статуса и становится просто таким, ну скажем, ночным сторожем, как часто говорят. То есть как некий сторож, который должен вступать в игру только тогда, когда его об этом попросят, когда случается какой-то эксцесс. То есть вот в этом плане. В этом плане, конечно, Смит очень часто вдохновлялся теорией физиократов. Он был знаком с французской школой физиократов, в частности, с Франсуа Кене, основателем данной школы. И одна из ключевых идей, которые он у них заимствовал, это идея неограниченности экономического богатства. То есть одно из нововведений школы физиократов было то, что вместо, собственно, золота, как было у меркантилистов, физиократы предложили понимать богатство как землю, плодородную землю, из которой можно получать богатство, но никак не ограничено. Забегая вперед, можно сказать, что известный политический философ 20 века Мишель Фуко говорил, что тогда же родилась идея единой Европы, единого экономического пространства, экономическое благополучие которого никак не ограничено. Каждая европейская страна может обогащаться из какого-то единого источника. И при этом, конечно же, одним из базисов такой рыночной концепции Смита является концепция естественной гармонии интересов, что все абсолютно заинтересованы в такой свободной конкуренции друг с другом, все рыночные механизмы работают достаточно прозрачно, как часы. И, в принципе, этот взгляд он распространял даже на мир. То есть весь мир, как такой единый мировой рынок, различные народы и государства, Смит также вводит понятие нации, работают как такие производители и конкуренты на едином рынке. Проблема заключается только в том, что эта концепция не очень походила в действительности то общество, которое тогда описывал Смит, о чем, например, свидетельствуют и описывает. Достаточно известный французский политический теоретик Пьер Розенвалон. Он, собственно, как раз обозначает концепцию Смита как экономическая идеология. То есть вот такое представление о том, что все работает в таком гармоничном механизме. При этом, конечно, концепция Смита исходит именно из не только самой по себе рыночного состава, но сами по себе отношения между людьми работают как отношения стоимости на рынке, как отношения таких производителей. То есть здесь уже, например, полностью отбрасывается концепция человек-человек-волк Томаса Гоббса. То есть здесь как бы все люди, с одной стороны, также рациональны, как писал тоже Гоббс, но в то же самое время никто не заинтересован друг друга убивать. Гораздо логичнее просто друг с другом конкурировать. При этом, конечно, читая отдельные пассажи из Смита, можно обратить внимание, что очень многие его идеи, в принципе, остаются востребованными и сейчас. Например, в частности, Смит ввел довольно интересную концепцию разделения на непроизводительный класс и производительный класс. То есть те, кто производит какие-то реальные товары, которые действительно значимы в обществе, и те, которые ничего не производят, а просто паразитируют. Например, паразитами Смит называл чиновников, артистов, художников, священников. То есть те, кто именно не производит экономические товары. И там, вспоминая каких-нибудь крупных деятелей в истории того же неолиберализма, можно обратить внимание, что этот дискурс довольно-таки стар как мир. И, в принципе, конечно, это все исходит уже из Адама Смита. И если говорить также о том критическом отношении, которое возникло в дальнейшем, к творчеству Смита, то здесь нельзя не вспомнить, например, о некоторой немецкой школе политической экономии. Например, о том же Фриде Хиллисте, который написал довольно известную книжку «Национальная система политической экономии», где главным образом подверг критике Смита за его космополитизм, за его игнорирование политических факторов, за то, что если бы концепция Смита действительно работала, то и войны бы автоматически быстро закончились, потому что войны просто никому не выгодны и гораздо выгоднее друг с другом конкурировать. Но в той или иной степени можно сказать, что Смит так же, как и Гоббс, что их объединяет, тоже создал определенного рукотворного бога. Только если для Гоббса этим богом являлся Левиафан, то для самого Смита этим богом являлся рынок, который, собственно, все знает, все регулирует. Отсюда даже родилось знаменитое понятие «невидимые руки рынка», которое, однако, Смит не особо сам фетишизировал, то есть в его богатстве народов этот термин употребляется достаточно редко. Но в той или иной степени, конечно, Смит оказал достаточно большое влияние на все развитие дальнейшей политической философии, которая вышла, конечно, далеко за пределы экономики. Там огромное влияние он оказал на того же Маркса, даже который являлся, казалось бы, критикам капиталистической системы. В той или иной степени, конечно, Смит до сих пор оказывает серьезное влияние. В частности, там, например, его современными последователями можно назвать такое направление, как либертарианство. То есть представители шотландского просвещения, конечно, в какой-то мере, помимо самого Смита, но в частности он сам, конечно же, присутствуют в современной жизни и до сих пор, и далеко не только чисто в политической философии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова